на самом деле все очень банально никаких секретов нету я был в новой зеландии увидел магазин который мне понравился и решил сделать его в россии вот и все просто банально без каких-либо языков никакой там гениальные бизнесовые идеи креативности менделеевский вот это вот проснулся ночью записал таблицу ничего нет но правда были нюансы и вот и вот об эти нюансы давайте я расскажу начнем с 1 мне 15 лет и мне мой друг говорит слушай а у тебя кроссовки knife не улет вообще неправильно беговая обувь его смысл неправильно есть nike рыбак и adidas вообще-то чё уголь бы не знаешь он у меня старше два раза и классный бегун asics например тебе можно купить евро чего я первый раз услышал имя asics я выдала asics но я ему очень верил и думаю значит надо купить asics и мы поехали в замановский парк когда кроссовки asics продавались на четвертом этаже гостиницы века нужно было подняться на четвертый этаж пройти сквозь охрану сказать я в гостиницу в номер постучать в определенную комнату до открывается дверь приоткрывается дверь высовывается глава и спрашивает у ребят привет за кроссовками заходите вы окол 10 пар примерно обуви значит и мой размер казалось всего одна модель поэтому ее не еще было выбирать выбирали какую есть размер под человек такую берешь обувь главное что это asics это был 96 год вот так соответственно был первый нюанс я обалдел кроссовок asics я сразу не влюбился вау вот это кроссовки на их тоже хороший но asics вообще прям бомба нюанс 2 мне по-прежнему 15 лет и я мечтаю компьютер указать как сидеть вот у меня был дэнди хотелось sego а вот еще компьютеры там такие можно было игры играть просто фантастический я начал мечтать мечтать о компьютере папа сказал копить деньги в общем компьютер я убил только в 20 лет но сейчас я уже о нем мечтал и очень долго думал о каких скрытых возможностей компьютера что он может и так я любовался воображаемым компьютером и потому что когда я купил кроссовки и сказал всем ребятам спорта школе что вот меня asics Кроссовки классные, обалденные. Все ломанулись в этот номер, но там не было этой модели, уже не было. И все покупали какие-то другие. А некоторые, кто покупал мою модель, она им не подходила. Они говорят, что-то у меня ногу трет. Что-то я не кайфую, найк лучше. И вот тогда я подумал, что здорово бы подбирать с помощью компьютера обувь. Я не знал, как это можно сделать. Я просто теоретически предполагал, что может быть когда-нибудь компьютер сможет анализировать, движение человека и как-то выдавать лучшую рекомендацию. Вот так вот я думал. Это был второй нюанс. Прошло 15 лет. Я в Новой Зеландии. И мне мой друг, с которым я учился в МГУ, говорит, а пофейли поможешь мне выбрать кроссовки. Я говорю, поехали. Я говорю, куда? Он говорит, в шу-клиник. Я говорю, в шу-клиник? Ну, клиник обуви. Я думаю, вау. И у меня прям так лампчик. Я говорю, Леха, а почему так называется? Он говорит, а там знаешь, там подбирай. Я говорю, знаю. Я об этом думал очень много лет. Поехали. И мы сразу с ним займемся в машину, едем туда. Я прихожу. И говорю, вау. Это то, о чем я думал. И, соответственно, сразу принимаю решение, что такое будет против России. Вот такие вот нюансы, которые, маленькие нюансы, но которые потом приносят большие изменения в нашей жизни. Вот. И так была основная лаборатория бега. Вот. Водная часть. Ты не знаешь. То есть, когда ты просыпался утром, я не знал, что вечером меня осенит идея. И все, я уже буду плохо спать, потому что я уже буду продумывать, как это делать в России. То есть, вот мы еще об этом-то не знали. Но все нюансы, которые закладывались, они закладывались давно. Поэтому любое решение, и фактически Менделеев тоже открывал таблицу не потому, что в одну ночь ему что-то приснилось. Потому что он 20 лет над этим работал. То же самое здесь. Вот. А я занимался с детства спортом. Бегал. И поэтому кроссовки и любовь к спорту это было с детства. С 8 лет. То есть, вот так, например, какая-то предпеча к каким-то идеям. Давайте, наверное, тогда какие-то вопросы. Какие-то, не знаю. По спорту. А, ну, соответственно, да. Так у нас с тема называется «Спорт и бизнес». То я, конечно, преимущественно занимаюсь бизнесом. Но спорт, он никуда не уходит из моей жизни. Он остается. Он был, есть и, я надеюсь, будет в моей жизни. Вот. Просто мне надо было научиться совмещать, как заниматься спортом на высоком уровне, ну, относительно высоком уровне, и как заниматься бизнесом тоже на относительно высоком уровне. Как пытаться вот это вот совместить. И вот я провожу такую параллель, когда есть еще семья. Вот у меня двое прекрасных детей, которым я хочу уделять время. Я им уделяю время. И получается, и спорт мне еще тяжелый, пиатлон. Там нужно плавать, бегать и крутить педали. И делаю все на очень высоком уровне. То есть, получается, ты должен уметь хорошо плавать, бегать, крутить педали. У тебя есть семья. Еще я бы получал бизнес-образование в Сколково. Недавно заниматься бизнесом. И я называю это «жонглирование». И чем больше ты добавляешь этих мячиков в виде каких-то дел, тем сложнее «жонглирование». Сейчас я пытаюсь жонглировать пятью мячами. Три вида спорта – семья и бизнес. Это сложно, но возможно. Ничего в этом тоже гениального нет. Нужно просто потренироваться, и тогда у тебя будет получаться. И вот есть определенные нюансы, такие, как модные слова сейчас, лайфхаки, как совмещать это, как успевать это делать. Значит, ну, пытаться совмещать спорт и работу до лаборатории бега. Я тоже занимался бизнесом уже давно, но по-моему бизнеса я еще и был наемным сотрудником. То есть я ходил на работу в офис, в костюме. Мне там 24 года, 25-26. Я все это время вот поспел на работе. И еще как день, да? Каждый день с 9 до 6. Вот это был такой ад, можно сказать. Но, тем не менее, он был, и мне нужно было тоже тренироваться. Я тогда, например, чтобы не пропускать тренировок, тренировок я никогда не пропускал. Я все время тренировался. Был даже момент, что, будучи наемным сотрудником, у меня было 352 дня, когда я ни одного дня не пропустил тренировок. Ни одного. Новый год, день рождения, корпоратив, меня это не волновало. Мне важно было сделать тренировку, я ее делал. Как? Это всегда, это было жонглировано. Я, например, иногда, ну, очень часто, я жил в Ново-Косино, это там еще не было метро, и я должен был доезжать до метро Новогиреева, садиться на маршрутку, ехать домой. Это был у меня, как бы, достаточно долгий процесс, потому что пробки, потому что маршрутка стоила денег, у меня денег было очень мало, я их копил, и мне нужно было тренироваться. Что я придумал? Я выходил на метро шеста энтузиастов и бежал через Маловский парк домой. Потери по времени было порядка 15 минут, то есть, если бы я ехал бы своим ходом дальше, продолжал движение, я приезжал бы на 15 минут раньше. Но у меня была тренировка, я пробегал по 10 километрам, экономил деньги, и у меня есть тренировка. То есть, ничего не мешало мне. То же самое дело, когда учился в университете. Неинтересная пара, я договорился, у меня был шкафчик в МГУ, я потом прибегал, переодевался, сделал тренировку, назад душ принял, хоп, снова налет. Одна тренировка, вечера вторая тренировка. То же самое с работой, я мог потренироваться утром, и мог вечер. На работе я оставлял кроссовки, спортивные штаны, и мне главное, чтобы было, чтобы у меня никто не видел спортивной одежде, потому что это Ростелеком, это такая корпорация, у меня была достаточно такая руководящая должность, и как бы не очень было хорошо, если я весь такой там потурный, в спортивных штанах там будут маршировать по этим бесконечным коридорам и этажам, но тем не менее, вот с такой вот комбинацией можно было много тренироваться. И тогда я, вот Алина спрашивала, я занимался спортивным ориентированием, буду триатлоном, и в 2005-2006 годах я был членом сборной страны, я был единственным человеком, который работает не профессионалом, и национальной сборной страны не будет. Другие все люди были профессионалами. Вот, то есть будучи на работе, вот у меня это получалось делать, но это, конечно, это было связано с большим самоограничением, то есть свободного времени вообще не было. Было ужасно тошно, когда ты приходишь домой голодный, вот, ну, представляете, например, зима, ты приехал, ты вот просто притащился домой, время один с вечера, ты очень хочешь есть безумно, мама что-то еще вкусное приготовила, ты просто приходишь, а ты думаешь, ладно, я просто наделал кроссовки и просто вижу из поезда хотя бы. Потому что, ну ладно, я говорю, что это светофор до этого, до конца этого микрорайона, а потом ты переждаешь, ты прибегаешься на тренировку, и каждый раз ты прибегаешь домой, и говоришь, да, я это сделал, еще один день, еще один день. Я не знал, когда все это закончишь, весь этот ад, потому что это вот, это вот достаточно тяжелая штука, корпоративная жизнь, и попытка, попытка, попытка быть одним из сильнейших в стране. Это был ад. ты в каких-то ограничениях, постоянно, но тем не менее, если тебе важна цель, ты вот тут не идешь. Уже выбор человека. Идешь ты, отказываешься. Вот, вот тут цель была, там я прикинул. Пришел, молодец. Все, да. Вот, кстати, его зовут Мартин, он тоже очень спортивный, но пока об этом еще не знаю. Слово спорт еще не говорит. Ну и слава богу. Вот, соответственно, вот в таком балансе, да, мне приходилось жить и работать. Бизнес, он, с одной стороны, ну, да кто-то из вас занимается бизнесом, понимает, что в принципе, вот когда я думал, я закончу вот эту корпоративную свою карьеру, накоплю денег, конечно, что я мне сделаю. Значит, хотя я параллельно вел и бизнес, то есть у меня было, первым бизнесом было в 20 лет, у меня было, я начал его, я до сих пор им занимаюсь, вот, очень успешный у меня был проект, но, я про другое, про то, что мне казалось, что закончив работу с 9 до 6, у меня будет куча времени, и у меня результаты пойдут просто вверх спортивные. Как бы не так. Как-то ошибло. Все пошло внуз. Я не мог себя дисциплинировать. Если раньше я проспался все, я бы бегал на тренировку, в 8.15 я прибегал от душ, в 8.30 я выхожу из дома, заход сейчас я успеваю на работу, бам, успел. То есть сейчас получалось так, я просыпаюсь в 9, планирую выйти в 10, я нифига не вхожу в 10, просто 11, 12, 13, я думаю, надо же опять поесть, отдохнуть, поспать, я просто не справляюсь. И выхожу, когда уже темнеет, на одну тренировку. Я думаю, что происходит? То есть вот, это такая палка в двух концах, потому что самоконтроль, вообще люди по природе ленивы. Нас очень, ну, надо самому себя заставлять, конечно, но классно, когда кто-то нас заставляет, в виде, например, тренера. Каждый из вас знает, что тренер это офигенно. 5 часов в манеже, и ты там будешь. А как ты один без тренера, ты там не будешь. Вот то же самое. Поэтому, получив какую-то свободу долгожданную, я начал проваливаться в результатах. Ну, правда, не сильно, я сразу понял, в чем причина. Посмотрел на себя сделку, говорю, слушай, значит, тебе что надо, таксили шашечки? Работаем. И стала работать снова, ну, в плане спорта. Вот. А как соответственно у бизнесмена, у него много вроде как свободного времени, в самом деле, оно впал ка до конца. Дело в том, что когда работаешь с 9 до 6, ты работаешь с 9 до 6. И еще иногда в рабочее время занимаешься своими делами. в соц. сети посидел там, отправил фоточки. А в бизнесе такая штука не прокатит. В бизнесе, если ты работаешь не очень усердно, то ты просто проигрываешь, разоряешься. И твой бизнес идет в тартарары. Ты потерял свои деньги. Поэтому ты вынужден работать и утром, и днем, и ночью. И это нормальная история. Так и должно быть. По-другому быть не может. И в бизнесе очень много разных встреч, потому что общение в бизнесе одной из таких ключевых наук, один из ключевых наук, который позволяет тебе расти, умнеть, общаясь с умными людьми, находить какие-то идеи, учиться на чужих ошибках и так далее. И вот как совмещать спорт и бизнес я тоже на определенные нашел лайфхаки такие. Например, сейчас у нас команда около 50 человек в лаборатории бега. Мне, как руководителю, нужно периодически общаться с сотрудниками. Желательно со всеми. И желательно как можно чаще. Когда 50 человек, не представьте себе, для человека и около 25 партнеров, у каждого из партнеров еще есть несколько менеджеров, которые тоже хотят с тобой общаться, и большое количество запросов внешних партнеров, потенциальных партнеров, и встречи очень сложно, вообще сложно отвечать на, говорить, да, мы можем встретиться, ты не можешь, у тебя нет времени. Все происходит, какой-то вот цейтнот, останется цейтнот. Гриша знает. Гриша недавно мне предложил, говорит, Илюха, давай сделаем такую штуку, лайфхак, например, где надо в аэропорт, и чтобы мы с тобой встретились, я тебя отвожу в аэропорт, и в это время с тобой общаемся. Я говорю, офигенно, круто. Давай побегаем вместе. Если я понимаю, что партнер тоже на спорте, мы с ним вместе бегаем. Я делаю тренировку, мы общаемся, да, если, например, у нас вот на Таганке некоторое время назад у нас стоял велостанок, ватбайк такой был, и я проводил встречи с сотрудниками прямо на 2-2. Я делаю тренировку, если она не интенсивная, а просто длинная, мне нужно крутить 2-3 часа. Вот как мне в этот день на эти 2-3 часа? Я кручу педали, сотрудники по очереди подходят, мы с ними общаемся. Задись следующего, нам надо полчаса, час, решили какие-то проблемы, дал какие-то решения, да, приняли вместе какое-то общее мнение, пришли. Дальше я накрутил педали, я сделал большую тренировку, все счастливы, все пообщались, я вспотел 7 потов, супер, да, вот в этом, в этом фактически, вот в таком вот, в такой грани ты все время находишься. Соответственно, дети, это тоже очень интересный момент, которому хочется уделять время, для этого мы, например, все время вместе ездим. Мы вместе ездим на сборы, я даже с детьми делаю тренировки вместе, я там с лингом его приматываю к себе, мы крутим педали, Ксения у меня, соответственно, она тоже выступает на соревнованиях, то есть мы все время вместе. И реально с детьми я прожил очень много времени, и это хорошо. Потому, мне кажется, если я работал бы из 9 до 6, я не смог бы просто тратить много времени, а так я могу прошутся с ними, потусоваться какое-то время, пидрать какие-то машинки там, да, пойти с ними погулять, сам побегаю, вот таким способом уделяется время и детям. Вот, в принципе, все, так рассказал, да, давайте теперь, как бы интерактивно вы позадаете вопрос, какие-то, которые интересны, я на них стараюсь ответить, развернуто не очень так. давайте. А какой был первый шаг к реализации магазина? То есть, ну, что вы первое сделали, чтобы его создать? Первое, да, значит, тут, тут важный момент, я до этого занимался бизнесом, это важно, потому, что, если ты никогда не занимался бизнесом, и решиться, понимаете, самое сложное в жизни, это первый шаг. Вот первый раз выйти, начать бегать, первый раз начать плыть, да, первый раз, первый раз пойти на работу, первый раз пойти в первый класс, да, это самые тяжелые вещи, они эмоционально сложные, ты боишься, это террин-когнито, да, ты не понимаешь, неизвестная земля, и поэтому у меня был опыт очень большой, и для меня это было легко, достаточно легко. И потом я нашел отличного партнера, который занимался оперативной деятельностью, Евгений Гаврилов, может быть, вы знаете, он часто тоже бегает трейл, он тоже был в сборной страны, когда-то, сильный спортсмен, и я его знал как человек, он отличный, такой, исполнитель, и поэтому с ним я понял, что сейчас я ему скажу, что делать, он все сделает, и все будет вот так, вот, ну, как бы так. Спасибо. У меня тоже вопрос. Нет, пожалуйста, а как вы пришли из лёгкой атлетики к триатлону, плаванию, велосипеду и к аэронмену? К аэронмену, да, значит, ну, я был не в лёгкой атлетике, я был в спортивном ориентировании, вот это, это не лёгкая атлетика, но очень близко к нему, да, нам нужно было быстро бегать по лесу, с картой, искать контрольные пункты, нужно было уметь быстро бегать и отлично думать. Это вот спортивное ориентирование в двух словах. Как я пришёл к триатлону? Пришёл я очень просто, кривая травм выбила меня к триатлону. Значит, в восьмом году я, я вот смотрел вчера вечером, я у меня свой дневник тренировал, несколько дневников тренировал, прямо с детства, с девяносто шестого года, первый дневник, до последних, когда вот я это вёл, забросил это дело в восьмом как раз году. Я много-то тренировался, у меня были амбиции, я хотел бежать на мировом уровне очень хорошо. Значит, реально прям большие объёмы беговые, я думаю, нифига себе, уже это я бегал? Столько, двадцатки, тридцатки, просто какие-то работы на работах, там, по 160-170 недель и километров я набегал, делая бизнес, там, вот и всё вместе. Как это всё успевало? Но это было, я сейчас смотрю и думал, обалдеть, класс. Но, прям в дневнике, прям видно, у меня прямо шло, начало болеть колено, периодически, периодически, при больших объёмах, и когда техника бега не очень хорошая, а дело в том, что в ориентировании у тебя мягкий грунт, и ты основной, основные соревнования у тебя проходят по, по, мягкой, ну, мягкой местности. Болото, тропинки, грунт, да, не асфальт. А я для того, чтобы поднять свой результат в ориентировании, очень стал много делать работ на асфальт. И большой объём на асфальте для неподготовленных, неподготовленных связок и с техникой бега, у меня она была такая для ориентирования, она силовая была, она, я нелегко стелил, в стелище бежал, да, это тяжело, но очень мышечно, то есть, у меня были сильные мышцы. Вот, прорубал, рубил, вот, и начались боли в коленях, одно, другое, третье, я прям посмотрел дневник, прям, прям, блин, как-то прям жалко, я к врачам, к одним, к другим, МРТ, там, ту-ту-ту-ту, и я понимал, что надо снижать объёмы, то есть, я вот прям вот, стал много включить плавание, я смотрю, прям бассейн, 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 плавать я очень плохо плавал, ну, столько у меня было, оказывается, бассейна, но я прям помню, я очень плохо плавал, но дело в том, что мне нужно было как-то себя нагружать, но с другой стороны, я не мог нагружать опорно-двигательный аппарат, мне нужно было какую-то альтернативу, зимой лыжи, ну, лыжник, я тоже был лыжником, я на лыжи тоже наступал, значит, и вот постепенно травмы меня начали сподвигать в то, что я всё больше и больше плаваю, и в один день там мне папа позвонил, слушай, завтра триатлон будет в Бережках, а ты же говорил, что хочешь попробовать триатлон когда-то, я говорю, о, триатлон, ну, говорю, пап, ну, прикольно, конечно, но это я так не готов, Бережки, а где это, он говорит, ну, Палининград, я говорю, а что там, ну, спринт, я говорю, ну, ладно, ну, спасибо, я думаю, ну, я, не готов, еще год подожду, как-то занимается, очень много, но понятно, когда у тебя горный велосипед, значит, нет шансов, вот, ну, победить, мы говорим про это, вот, тем более, в Бережке, это был переносит Россия в то время, ну, среди любителей, и, ну, как-то мысли так засела, я тут думаю, блин, триатлон, завтра, прям, завтра, в велосипеде нет, бегать, я, конечно, умею, быстро, да, плавать, плавать, вроде плаваю в бассейне, хрензо, как люди плавают, непонятно, может быстро, а может не очень, хотя, я крутой, наверное, может, хорошо плаваю, девушки говорили мне комплименты на море, вот, знаете, когда, отдыхать, ну, как раз в 8-м году, да, вот, они как раз говорили, да, а вы пловец, вы пловец, я говорю, нет, я не пловец, я арендоровщик, а не в плаву, что это такое, вот, значит, дальше вообще не прекращалось, я понял, что лучше говорить пловец, да, 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 вот, ну, я понял, да, хорошо, думаю, ладно, я пойду участвовать, я думаю, надо найти велосипед шоссейный, позвонил всех, нашел ульджей, вот, который я не знал, но меня быстро познакомили, вечером я потащил с метро молодежной, через всю Москву, за этим велосипедом шоссейным, мне нравились шоссейные велотуфли, шоссейный велосипед, объяснили, как он переключает скорость, я никогда не сидел, завтра старый, а еще вечером у меня было, Сабантую назначило, вот это тоже мешало планам, я думаю, ладно, ничего, я так вот погуляю, на 3 ночи, думаю, заснул, все проснули, 4 часа, думаю, велик, думаю, нашел, туфли, медали, белые такие, новенькие, прям, скот, я прям помню, там много этих, вот, знаете, застежек, с такими, бо, я думаю, как-то небыстро, транзитка, наверное, будет, я уже прочитал в интернете, что такое триатлантика, транзитки там еще важные, ну ладно, думаю, в чем я буду бежать, думаю, плавки, наверное, в плавках, я вот выплыву, в плавках буду бежать, и плавках буду крутить, а я деду термобелье сверху, такую удаласку, с горлышком, подлое, у меня, ну, больше не было ничего, класс, я думаю, ну, чем я не триатлантист, и вот, в таком вот настроении, собственно, я начал с Абантуй, значит, да, в три ночи я лег примерно, чуть позже, может быть, в семь проснулся, идет дождь, у меня какой-то легкий, лег на поховеление, я не знаю, я чувствую абсолютно, какой там триатлан, знаете, вот вечер все время, планы грандиозные, да, утром они как-то спокуляют, да, ты думаешь, вечером, утром встану, в одну тренировку, просыпаешься утром, и автоматически рука оттянется переставить будильник, да, да, у меня была обстоятельность того же самое, и у меня вот тысячи сомнений сказали, чувак, ты не готовился, велик чужой, ты на нем не умеешь кататься, туфли запачкаешь, идет дождь, ты себя плохо чувствуешь, ты не выспался, это вредно, спи, а я переставил будильник и заснул, но дело в том, что я не заснул, я как-то лежу такой, блин, как-то, что тут стоит как-то, что тут не то, ну, год ждать все-таки, блин, ладно, съезжу, посмотрю хоть, что это такое, просто приеду, посмотрю, не буду выступать, все, но все-таки положил в велик, сейчас положил в машину, значит, и, и приехал в бережки, и вот, дождь прошел, и выглянул солнце, даже асфальт стал подсыхать, потому что, у меня еще было оправдание такое, что туфли белые, новые, а он так, дрожащими руками, только ты аккуратнее с ними, ладно, пожалуйста, аккуратно, ну, конечно, конечно, по асфальту не ходи, если можно, я говорю, хорошо, хорошо, я думаю, а я их испачкаю, ну, как бы, ну, чужие туфли, ну, как-то, вообще неудобно, но вот у меня было оправдание, я не поеду, дождь, супер, все, и я приехал туда, солнце вышло, я думаю, блин, прям, хорошо, иду, вспоминаю, шлем забыл, ай, шлем забыл, все, а шлем, значит, я не допустил, шлем забыл, все, опять нюанс, и это встреча человек, из спортивного ориентирования, как он там оказался, я не знаю, я больше за всю жизнь, там, не встречал людей из спортивного ориентирования, о, он, о, а ты что здесь делаешь, а ты что здесь делаешь, я говорю, я слушай, приехал посмотреть на триатлон, а я участвую уже второй год, я говорю, офигеть, он говорит, ты будешь участвовать, я говорю, слушай, ну я бы да, но я бы шлем забыл, он говорит, а у меня два, вы видели, когда-нибудь у людей, которые берутся два шлема, нет, да, я тоже, представьте, больше никто никогда не брал два шлема, я не знаю, откуда у него с тобой было два шлема, я говорю, я такой, спасибо, я беру шлем, раньше можно было заявиться прямо там, то есть ты пришел, хочу поучаствовать, они говорят, давай, старт час, полчаса, давай, вот, написал, какие справки, какой ни слоток, по этой слоток справок, оно отсутствовало, просто вот было, ок, давай, дуй на старт, все, я все сделал, запаковал, поставил велик, да, значит, стартанул, ну это было фиаско, то есть это вот, прям, понятно, я выпал очень далеко, там меня все били по голове, там, я никогда не участвовал в плавании, вот, как соревнования, ну, нет, это было все плохо, из 140, из 160, по-моему, человек, я выпал какой-то 46, по-моему, где-то 49, ой, нет, не так, из 200 человек я выпал 146, вот, есть фотография, где очень красивые фотографии, она вконтакте, старая фотка, значит, я выбегаю из воды, я помню, что у меня как голова закружилась, выбегаю, что-то такое, ну это такое, не передаваемое ощущение, я в плавках, значит, снимаю шапку, в этот момент, в этот момент у меня щелкает, и дело в том, что и спереди, и сзади, спереди бабушка, а сзади дедушка, а я такой вот, я такой вот, достаточно маскулистый, то есть, прям видно меня в мышцах, как-то так хорошо, потом поймал момент, а они нет, они очень крупные, и они спереди, и сзади, и вот это вот, было понятно, что как вот я плаваю, я подбиваю в транзитку, я такой, я обычно отмечался там, ловкостью какой-то, ловко все пытаюсь делать, конечно же, не одевается термобелье на мокрое тело, оно просто закаталось, я как на зоне могу дотянуться, на это что-то спины, что делать, я и так, и так, наконец-то накатил эту штуку, то есть, мне нужно было одеть термобелье, одеть вилон эти ботинки, и шлеми на фигурую. А в плавках термобелье? Да. Значит, я все это сделал, значит, потом было интересно посмотреть сплиты транзитной зоны, вот лучшая транзитная зона была у профессионалов, они плыли еще в гидриках, я первый раз слышал гидрик, я не знал, что они вообще есть, в принципе, я такой, а в чем это чуваки? Это гидрокостюм, я говорю, гидро что? Костюм, я говорю, костюм, а что он делает? ну, то есть, плавучи там все делает, а в плавках, ну, ты можешь классно плавиться, я говорю, ну, но, девушки комплименты говорят, а что я? Отлично, значит, так вот, лучшее время на транзитке было 32 секунды, у профессионалов, с гидрокостюмами, они выбегали, снимали, они шлем, все, заскакивали на лосипед, и ускакивали из транзитной зоны, у меня было минуты 59, мне нужно было просто идти к термобилю, чертова, все, сел на лосипед, начинаю давить, давил я хорошо, потому что лыжные гонки, они помогают, вообще, уфп очень сильно было, я там, блин, было давить, начинаю давить, проблема была в том, что перед стартом я сел на велосипед, доехал до транзитной зоны, и как-то переключение скорости научился делать, а потом возникло вопрос, в одну сторону ее имеют, скорости щелкать, добавляет, то есть все тяжелее, тяжелее, получается подъем, мне нужно сбросить, и я понял, что я не понимаю, как сбросить, черт, еди, я же, иногда, теперь человек, он все сильнее, ниже и ниже уходит, а думаю, а как же в другую сторону, а в шестой на велосипеде, переключение происходит тормозной ручкой, ее нужно просто вбок, я понятия не имел, в горном велосипеде, там у меня вот, либо такие были, либо две монетки, одна вверх, другая вниз, а здесь просто одна монетка, а второй нету, я ищу, и нету ее, догоняю, говорю, слушайте, не зайдем, я думаю, ну, твою мать, попал я, и я просто стоя заехал, первый подъем, ноги затислили, ну, вообще, ах, ну, какой-то, ну, ладно, ну, надо научиться это делать, вообще, по-любому, я уже все равно вниз сажу, дальше хуже некуда, думаю, что же, даже на второй рычажок, с этой стороны, там, чуть не упал, передовой завал, вот тоже прям, первый был поворот в бережках, знаете, ну, участок, кто в бережках, нет, нет, такой вот эпохальный триатлон, в общем, там весь поворот, и там группа людей, там еще можно было сидеть в драфтинге, я знал, что драфтинг это сила, потому что тоже смотрел Тур-де-Франс, но как сидеть в драфтинге, на шестерном велосипеде, который я вот, первые 300 метров, на нем сейчас проходит, первый драфтинг, я не понимаю, с этим включением скоростей, я первый раз с этих вот, все, то-се, первый раз, я сижу, немой велосипед, немого размера, драфтинг пачка, и происходит завал, я такую сделал отруливание, невероятно, у меня пресс аж свело, но я не попал в зал, он успел отрулить, фу, думаю, как все опасно, у меня адреналин скачет, вообще невероятно, и потом, потом, вот когда я так сделал руление, я рукой случайно нажал на тормоз, то-се, я так все, у меня так сдвинулось, я смотрю, а рулевая ручка ходит, ой, тормозная ручка ходит, я такой раз, уу, переключает скоростей, аллилуйя, тих-тих-тих, отлично, кручу дальше, да, кручу дальше, но произошел опять, второй, оказывается, седло, которое я закрутил, оказалось отличным, от неровности асфальта, начало постепенно заезжать вниз, дык-дык-дык-дык, все ниже, 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 и уже просто пипец, и, в общем, концовка, это седло заехало полностью вниз, полностью вниз, то- seul оно полностью ушло, я не маленький, велосипед мне маленький, седло полностью ушло вниз, представьте себе, то есть, у меня L размер, мне дали М, а седло ушло вниз, WS, фотографа снимают я вставал колени мне очень прям ушами не били но вот я думаю как же я вот так а туфли не позволяет делать но прикольно в том что я проиграл все три с половиной минуты в лучшем времени на лево этапе то и очень круто потом начни соскакив с этого велосипеда транзитка 5 у меня там уйма времени заносит это прям понятно значит получается бег я слышал что она без носок бежать и носку нет носок значит носков чем короче длине до носок значит без носков бежать и я одеваю кроссовки на голые ноги и думаю но сейчас я включу свою turbo я же бегут и я начинаю валить во первых не валится потому что после велосипеда когда еще вот так ты крутишь там вообще мышца так перенапрягают вы знаете да вот если седло опустить то ноги перекисляются автоматов а у меня еще с непривычнее вот это первый мой этот выход но и как прям колым каким-то да еще это пиво предыдущего дня там что-то стало стало я просто как тяжело ой как тяжело но потом разошелся побежал полетел но конечно голые ноги дали знать и началось нестащимое неукротимое стирание моей кожи начала течь кровь значит на втором круге меня кричат нужна вам помощь потому что меня это не чудется кровь и очень больно я просто я бегу ну просто я вот боец я должен был бежать прям вали ей пачка прям где проходил проходил в общем на беге я была около 50 человек на 6 километров но я очень быстро бежал то на лучшее время среди любителей педе и вылез вот из этого сто сорок шестого места после плавания вылез после бега на где-то сороком 3 теста вот если не ошибаюсь не сорок 3 финишировал но знаете я был счастлив думал хранен и спорт в крови я скинул кроссовки я ехал домой босиком машине я ехал босиком подъезде что был босиком по этим лужин потому что ну потому что я стер так что ничего не не ходить и когда даже по 15 касаться просто кусочком жалко газ слава в автомат не нужно было вот не нужно было не было не было выступлений ну вот так думаю первый триатлон настоящий день я пошел по себе велосипед причем я не знал что я не знаю что есть группа у вас спит не раздельный и я на нем катался и только через три года когда на тех же горюшках мне говорят вход воспрещен у вас раздельно выступит чуть начали выступить на соревнованиях но я нашел кому другу взял успех но суть в том что я просто купил мораль мораль всего этого рассказа такова что если вам что-то нравится просто берите делайте неважно что вы не готовы что вас чего-то нету что вот тысячи тысячи оправданий почему вы это не делаете этого не существует просто берете делать это тяжело в моменте но зато потом классно потом работе в долгую позицию то есть напрягать себя сегодня чтобы завтра быть лучше напрягайтесь вот сегодня это завтра у вас вам будет лучше соответственно вот это касается всего спор учеба ну все мы знаем стандартная вещь там школе даже вот надо сделать домашнее здание думаешь потом 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 наступает ночь читать плохо еще ничего не сделала время уже нет и все хуже и хуже то же самое здесь вот поэтому заставляйте себя в эти маленькие нюансы они фактически делают нашу жизнь таких маленьких нюанс как вот эти когда явно собираем кажется на наполнить корзину а ты берешь по одной ягодке но по одной ягодке дико скучно вот так вот брать с другой стороны вот эти маленькие ягодки постепенно они наполняют корзину и если ты все-таки не ленишься за каждый ягодок наклоняешься у тебя будет корзина вот этого не будет делать у никогда не кассе никогда не надо четко себя давать в этом мальчик вот не обманули себя стой перед верху бы ты это делаешь или ты просто находишься оправдали почему-то не ем наш найти почему мы не делаем мы мы послушайте ну просто ну просто 1000 оправданий семья дети работать устал не выспался не готов не скоростного дождь на улице миллион нет берешь и делаешь подерживаться с этими тренерами с наставниками вас в юности в детстве и если такие были да были конечно я пришел в шел в спорте было восемь лет и к тут без наставников никак вот я поддерживаю даже со спортивным ориентированием моего тренера по ориентированию спортивному как раз меня недавно приглашал на соревнования я бежал даже клубную стафету по ориентированию поддерживаю да общаюсь тренер который больше всех медал в плане вот какого-то понимания профессионализма это тренер который соответственно сейчас ведет анатомию бега в лаборатории бега это тренер сборной стороны сергей баландинский который меня кину вытягивал он работал с профессионалами то есть только со сборниками я был там молодой и я был юниором и меня с ним познакомили он был очень дико модный дико классный на 20 марафон он ориентировщик но такие задаты в беге он просто классный и он очень лучше всех понимал он читал изучал десятилетиями сам бежал костюмяк с ним познакомили игры слушай сергей однако снимут 36 а мне 20 я говорю я хочу выиграть чемпионат европы юниором он через два месяца сделаем но я конечно готов но мне нужно было просто донестись как бы я уже был без тренера вот то мы сделаем надо просто будет много работать я готов и начали работать это вот они выручивать европы был второй но все пять секунд не хватило я был близок очень это был просто бы последний старт в ориентировании я прекрасно понимал это был последний старт к юниорам я мог на международном уровне что-то показать мне был один шанс одна попытка ими нужно было сделать максимум вот и у на отличный тренер мы с ним много очень работали он как это найдет десять лет он меня вел там и и я никогда не платил никаких денег у нас это даже просто это мы работаем как бы на совесть был интересный момент когда у ему делали операцию на колено и он на костылях и у меня звонит и говорит у тебя по плаву там ключевая тренировка работа на стадионе короче поехали приеду и он приехал на костылях смотреть как я буду наноситься по стадиону то есть представьте да вот как бы вот сейчас он создается нашей команде лаборатории бега и он ведет курс анатомии бега 8 занятий он рассказывал а да я обе рекомендую даже тем кто хорошо бегает это очень очень классно то есть но я сам я сам ходил к нему прям он много нового открывает потому что он в этом это его страсть его жизнь то есть он весело вот соответственно туда поддерживать нашей конечно я бы это люди в твоем окружении когда ты начинал заниматься на лобу который говорили у тебя ничего не получится чем ты занимаешься они 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 вокруг нас их очень много это постоянно конечно но нет просто понимаете какая в чем нюанс происходит в том что когда ты когда там у тебя нет бизнеса все верну какой-то из бизнесмена ну как течень получится когда есть и готова ты бизнесмен конечно хотя в принципе тот же самый ничего не изменилось появился просто антураж определенного когда ты например начинаешь говорить а я хочу быстро бежать всегда отличие получится как ты быстро бежишь и вернула понятно фигуру ты занимался да 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 начальном этапе конечно получить какую-то поддержку одобрения окружающих нет потому что ничего не очевидно тем более такие амбициозные планы чем амбициознее план ты делаешь понимаете в маску это я хочу на марс вы ему думаете сказать да да конечно ты сейчас на марсе завтра кажется скорее нет поэтому всем людям которые стараются что там сделать максимум сложное тяжелое конечно общество воспринимать как этому типа вряд ли у тебя получится вот это прям это классик на сады кайф нюансы ну да потому что ну потому что опять же цель для них это просто как громкое слово ну конечно за большинство по-другому немножко ведут образ жизни свой и они в другом мышлении мы фактически все пытаемся навязать свое мировоззрение я тоже рассказывать через себя я грубо говоря варю вот так что так правильно может это не так моем понимании так правильно но это не значит что это вашим будет правильно то же самое и тут приходите читать говорит ну чем-то занимаешься правильно это работают в шахте давайте уголь стране а тут перепродаешь там спекулянт до нас учили там еще ленин сталин там вот мы к стенке все хорошо хорошо это мнение да почему бы нет но но то есть вот разное мнение я можно так вот вопрос каждое стремление должно находить поддержку тоже там в семье в своей а вот среди людей людей которые вместе с тобой занимаются каким-то делом наверняка большая часть людей которые приходила его осталось изначально не имел ничего общего с бегом в целом твоя цель не было их целью поэтому некоторые вещи и делались нам из рук вон плохо и приходилось заниматься кинамика менеджментом постоянно кому-то рассказывать рассказывать увлекать чтобы можно было спокойно это ну приземленных делу отойти и заниматься стратегии вот удалось достичь это очень сложный это сложный одаришь заниматься бизнесом я просто для меня на такой войны вопрос и непонятно что делать самому все дела переделать невозможно а если не на кого положиться либо ну не потому что таких людей нету приходите революционно снега как двигаться дальше значит самое главное начну с первой части вопроса самое главное это поддержка она должна идти изнутри изнутри касается предыдущего вопроса вас никто не поддержит по большому счету вам повезет если вас поддержит семья окружающие но скорее всего этого не будет вы должны быть уверены в том что вы делаете самостоятельно если веришь в это то ты делаешь и все мне окружающих не влияет обстоятельства не влияет ты берешь и делаешь самое главное вот пошел это это реактор внутри нас он заложен в каждом из нас мы делаем запускаем от реактор поехали дальше ты начинаешь увлекать свою в свою сферу влияние людей которые были тебе верю все великие дела в принципе то есть глобально берем там революции наполеоны ленина там до сталина мало это все это было небольшая кучка вы понимаете это не так что какая-то большая нет это ленингульс уж так вот иди обалдеть да офигенно давай попробуем следующее 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 да то есть ты начинаешь свою сферу влияния увлекать людей и если человек разделяет ли взгляд на хочет единомышленников то он оказывает твоей команде если не разделяет ну это его право так образуется команда ты увлекаешь свою сферу влияния людей которые разделяют твои взгляды все с этими людьми ты начинаешь работать когда они разделяют твои взгляды возникает доверие и возникает делегирование ты можешь делегировать часть работы тем людям которые разделяют взгляд и тогда они делают часть работы которые необходимы для достижения твоей цели и их цели потому что это уже ваша общая цель вы все вместе двигайтесь ради одной цели как вот капитан корабля он рулит но ребята кто-то тянет канат кто-то якоря тянет кто-то там играет полы да все вместе делут одну цель движение вот соответственно что должен делать менеджер он должен быть гореть изнутри вовлекать в свою сферу людей которые сделают его взгляды мотивируйте и рад делегировать дальше целью здесь фантазии плане развития массового спорта в россии детскому спорту гид бронет совместного он царствует ну прям вот прям что фантазии вообще слову фантазия вот редко использую лексиконе но ей конечно да я об этом думаю значит что мы делаем мы соревнования лаборатории бега соревнования собственные несколько раз организовывала но в основном этим не занимаемся мы как-то партнеримся с организаторами соревнований помогаем как-то участвует но пока вот прям конкретно что прямо этим заниматься мы не нет ни дела по развитию спорта детского юношеского мы делали несколько назад к нам приезжал от он шипулин нашел диск чемпион по биатлону да есть фонд антона шипулин на поддержке детского спорта вот мы соответственно пожертвовали денег и был как порыв такой причем и даже был не с лаборатории бега с другой с другого бизнеса которого занимаешься часовые пульсометры вот я так подумал что вот классно сейчас участие блин ах ему а он купит экипировка детям и вот дети будут спортом заниматься класс меня там нравится потом здесь в лаборатории бега мы организовали сбор помощь вещей спортивных на которую мы аккумулируем и отправили в детские дома да 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 соответственно мы вот такого рода акции будем конечно делать мы делаем да то есть на самом деле несложно это дать кровь который вам не очень нужна она пойдет на благое делать вообще классно и что и вам хорошо освободиться полка и ведь и хорошо потому что они получат шаров то есть мы делаем но просто мне кажется мы недостаточно делаем что прям вот постоянно но но что-то делаю скажем спасибо а вы тоже не уж а момент когда хотелось когда хотелось бросить ну да но не бросить а остановиться но они происходят они сейчас происходит вот это сам ограничение но и сейчас просто надо но это очень дикая понимаете ну вот тяжелые моменты жизни это когда вот там не знаю я закончил мгу там делаю бизнес он приносит а несколько сотен долларов пока ни о чем я работаю на работе на самой нижней должности это компьютер продавал зарабатывать 300 долларов но без надёга вот так просто вот просто ты кроешь каждый день у тебя 300 долларов зарплаты ты экономишь на этих обедах я же просто рис просто суп блин просто еще должен каждый день тренироваться и ты не понимаешь это все ты кончишься черт подери ты приходишь ты живешь в комнате своей женой вы в шестером в квартире как бы его то есть постоянно в каком-то вот так вот тут прям вот тут думаешь аган ты видишь выход из этого то есть ты не ты нельзя сказать что завтра я буду вот такой успешный класс нет этого нет ответа и вообще это не факт а нафига это делаю другие парни отработали пошли побухали а я не пошел бухать я пошел блин тренироваться приехал домой лег спать черно читать как блин просто душу елки-палки и момент когда вот я прям помню что у меня такой момент который я очень хорошо запомнил значит был корпоратив на работе корпоратив значит нужно общаться все хорошо у меня тренировка в манеже а манеже тренировки это самый тяжелый тренировок то есть это не просто вышел потрусил это вышел и упахался то есть это вот да ты сжимаешь зубы тому тяжело ну вот ну кто бегает до понимает что это очень тяжелый работ потому что каждый раз спорт суть его в том что ты должен себя напрягать если напрягаешь ты растешь здесь не напрягаешь ты не растешь очень простая арифметика манеже вместо это напрягаешь вместо смерти называл вот и вот представьте ты приходишь на работу я не выспался сегодня работаешь потом корпоратив хотя объект манеж там на тебя говорят на корпоратив пообщаться клиенты ты едешь туда и там у нас классно корпоратив был боулинг ласта играет на халяву класс и были никак не забуду и были суши я слушаю ел сегодня жизни тут второй представляется возможность они оплачены компании черт поделить номер объект в манеже там по то там работа до года понимаете они не идут суши вот никак а я по второй жизнью хочу есть отчет поделить я еще непонятно тыс долларов когда еще позвольте суши съесть и вот они лежат их приносит а ведь хочу еще понимаете а милый ехать маниш овощи и пивы были на поле да вы просто сколько такая дилемма я съел одну сушку такой просто сделал глоток и вот у меня тут ладно ладно я говорю ребят все пока я поехал я выхожу я чуть не плачу зима я только у димитров бойковского я прятенду такой отчего и отказывать а парни не теряться понимаете они все отработали корпоратив они все классно все стук движуха до полуночи а я валю манеж и я просто такой еду такую такой такой депрессии прям это тут блин еще и ты как бы вот ну агланты ты работаешь манежа значит точно дальше ты будешь чем на россии нифига это просто ты будешь пытаться стать чемпионом россии но никто не не гарантирует вообще никто а из гарантирован получаешь суши и пиво вообще просто мечта любого там студента до мне 22 года и вот я иду в манеж значит сажусь метро метров и не сесть я уже устал наработался блин значит стою за поручень держу такой просто такой метод диалог я думаю блин у вас день прожить один потом будет лучше выспись хотя бы там вот и я я смотрю значит я поднимаю взгляд на метро реклама вот окол сиденье длинных вот реклама либо либо схема метро либо рекламу и вот я поднял взгляд на рекламу и и знаете какая реклама это первый раз был первые когда появился реклама москве адидаса невозможное возможно чтобы ты не делал когда вы другие не говорили эндик и спасабл все будете осуждать это мужики свои цели классно просто вот это такое трогательный момент да я понял что я тут блин так тяжело и здесь такая реклама она кто-то появилась я думаю офигеть я оборачиваю людей видеть ли они это но они не видят они читают я думаю от иметь так важно но мы начали делать и ну как бы правильный вещь да как будто ну то есть вот это вот такой момент и конечно хочется остановить как стол все хорошим давай просто ты расслабься чувак что напряжаешься вот я как думаю что ну такое происходит вообще у всех ну большинство людей просто сдашься или нет в этом весь вопрос сдашься или ты продолжишь борьбу вот вот и весь вопрос давайте ребята с того что в принципе приехали в страну увидели этот магазин понял что вы будете привести этот бизнес в россию и вы говорили о том что ничего особенного все-то реально но все-таки лаборатория бега существует уже пять лет и хотелось бы услышать именно ваше видение уникальности того что вы делаете что вы хотите какую-то философию вложить и как вы видите уникальности этого проекта магазина клуба бегового но это кстати переключается с вопросом вы задавали там про развитие средства спорта и спорта как такового изначально этой с помощью лаборатории бега и я хотел немножко изменить общество чуть-чуть взвивайте в сторону спорта вот чуть-чуть добавил чуть-чуть чтобы больше россиян стала бегать заниматься спортом с большими с большей радостью предвозвращалась домой чтобы не было больше эндорфинов адреналина да вот чтобы люди были здоровее и веселее соответственно вот такого рода бизнеса и я делаю себя и стараюсь вот этим небольшим как раз движкой это делать поэтому и идеология философия лаборатория бега заложены на так а я хочу побудить людей заниматься спортом через свою любовь то к тому же чем что мне нравится что я люблю да у нас надпись любую бегу это надпись соответственно вот она нас характеризует я хочу чтобы на характеризовал вот поэтому вот это вот основной такой посыл создания вот ну а из-за вещей которые уникальные понятно что но мы и мы фактически делимся опытом который мы имеем большинство сотрудник у нас это сотрудники которые имеют хороший бэграунд спортивные это люди которые любят бег вот они любят бег они разделяют мои диалоги мою философию с частью команды и вы продаем эту нашу любую бегу большому счету наш опыт вот что мы продаем вот так вы чувствуете как ваша идея действительно двигается в обществе потому что это очень тяжело понять как на самом деле а вы влияете на мы других людей как вы для себя оцениваете вот этот вклад потому что все равно на любой деятельности важен какой-то обратная связь обратно связь важно но это как знаете как делай что-то и не оглядывайся на топ на это будет реагировать я не знаю как замерить как мы влияем как-то влияет как замерить сложно ну да но это нет немножко я больше про другое я больше знаете про что про для меня важно что есть узнаваемость бренда и есть люди которые для которых лаборатории бегал в первую магазин кого не пришли за кроссовками есть люди которые следят за там мои поставим сети постами людей которые бегают в моей команды других людей они говорят черт меня это побудило самому за это спортом они приходят сюда их здесь еще больше заряжают и они начали заниматься спортом и они меняют свою жизнь то есть я не могу сказать что мы меняем россию нет конечно мы меняем некоторых людей не такое большое количество то есть мы не газпром небольшое пусть 10 человек пусть 100 человек пусть 1000 но мы поменяем эту тысячу человек они поменяют свое окружение свою семью их жены займутся спортом или наоборот их дети будут вылечен спорта они что сделать лучше если они начальники они своим примером покажут сотрудников и вот так постепенно бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам и все мы его все наши усилия направлены на то что он сделал бам-бам и потом русской черт поняли а в россии стало больше людей бегать какой-то охват наш какой-то есть и надеюсь существенно и хочу знать может от себя отдать вот эту свою обратную связь потому что для меня есть это семья это то место клуб куда я прихожу с любовью с радостью у меня есть друзья не сейчас рядом со мной и мы строим планы на самом деле вы делать огромное дело я хочу чтобы вы действительно вот это вот принесли людям то что вы хотите энергетику зарядка спасибо вам поддержать правильное дело была зима мне не хотелось бегать я начал бегать замерзли мне только один классный магазин вот и пришли на таком магазина я себе купил термобили спасибо а вопрос у меня такой есть выражение плохо найти с другом бизнесом хорошо в бизнесе найти друзей да вопрос у меня такой были ли потери находки понятно были как ты справа друзей на друзей много нашел действительно потому что когда общие диалоги очень сближает потери 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 наверное нет то есть у тебя ты не с друзьями пришелся ну вот прям потери были были вокруг были стычки шероховатости неровности это это неизбежный процесс конфликт вообще в бизнесе это ну стимул для развития потому что когда они говорят направо а другой налево это хорошо за и почему то что можем остановиться и подумать о 10 ты лучше право или лево если был уверен что направо а другой тебе налево и вы начинаете обсуждать именно рационально обсуждать возможно ты не прав и это классно значит и стал лучше поэтому конфликты это штука хорошая вопрос важно эти конфликты не переводить в личностную плоскость и важно уметь оставлять скажем так честь и уважение своего оппонента не затрагивай это это касается не только друзей на семью это такая община то это 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 не просто сделать но это можно сделать может то есть вот поэтому отвечать вопрос нет я не потерял друзей приобрел очень много но конечно не было такого что все было ровно все только отношения не как будто подходили приходит на первую свою успешность это ну нет и китай нет вопроса в том что мы мы же друг это не человек с которым сейчас общаюсь потому что успешно это человек в котором тебе интересно есть тебе с ним интересно то какая разница он ездит на метро или на майбурь ну какая разница я с ним интересно да и все поэтому каким бы он ни было ты ты не общаешься потому что есть его внутренние качества такие за которые нравится с него может им офигенно там андот троих или в горы подниматься классный парень а как так что к чему это неважно то есть ну абсолютно неважно партинге что-то пришло друг вот у меня вопрос по беговому клубу спасибо сегодня первый раз был на экскурсии классно все понравилось понимаю что люди общаются люди знают друг друга и вопрос такой беговой клуб изначально закладывался бизнес-моделька магазин вместе с магазином или он появился и как появился появился ли он спонтанно была ли эта идея как развитие бизнеса как некая диверсификация что это и каковы перспективы вообще этого направления значит 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 так вообще вообще смотрите эволюция бизнес-идея она происходит просто очень активно мне кажется сколько просто уже все будет вот это садят ксения маркина артур старше маркин мальше арту марта кстати уже посетилась сколько девять стран и на трех континентах был тоже потому что вот что вместе с ним нам общаться мы вынуждены ездить вместе . когда рождается как идея она она просто вот есть идея а потом ты начнешь на нее наслаивать на слоев к слове поэтому в момент рождения вот там 7 декабря когда я буду на узел а не вау у меня еще не было но я понимал что еще буду нанизывать да вот поэтому идея с беговым клубом ну грубо говоря там через три-четыре месяца я уже начал об этом думать да мы создадим комьюнити конечно мы же продаем опыт значит мы будем продавать то что мы умеем и а мы будем передавать нашу страсть мы же бегун и спортсмены у нас все занимаются спортом был момент когда у нас было 25 человек команде и я сел говорю слушайте ребят назвать человек из нас из них 13 мастеров спорта российской федерации 13 мастеров спорта из федерации это невероятный потенциал давайте его транслирую дальше вот поэтому конечно гей она была значит первое движение в беговом клубе у нас было наверное наверное я вот так сейчас я уже не отслежу какой-то был момент наверное и наверное было было так из какой идеи вот с того который учился вам движение такое а вот наверно так было я решил сделать не необычную мотивацию сотрудников а нет нет все так вот я нашел причинно-следственную связь мы сделали каждую среду бесплатную тренировку это было года три назад четырнадцать год каждую среду была бесплатная тренировка для клиентов и соответственно наши сотрудники вели эту тренировку вот потом я говорю слушайте давайте трансформируем ее в такую штуку сотрудники ведут тренировку отлично но я смотрю ряд сотрудников особенно те которые не были из спорта не были вот прям совсем спорта они не ходят на тренировку им как бы что-то не очень интересно думаю черт это как бы не очень правильно нужно чтобы все было очень интересно либо они здесь не работали все просто здесь вам очень интересно но видите продавать и цемент в принципе нормальный выбор ну то есть зачем тратить время свое и наши да вот и я сделал такую мотивацию все сотрудники которые будут ходить на бесплатной тренировке кто чаще всех и сотрудников будет посещать бесплатно тренировки каждую среду получает двухнедельный сбор на кипре за счет компании то есть нужно просто не продавать много а просто ходить и бегать 6 человек ел за счет компании четыре по спортивному принципу два по тренировку совету это значит дуфер кто-нибудь заболел и только пришел он так активно ходит на решение тренерского совета я и соответственно мой партнер мы решали вот кого мы возьмем то вы же человек тренерский совет да да ну логично я мы же видим как усилие знать этот спорт тренерский совет решает например у сын был отбирать на усын болт убирать на олимпиад но он травмировался перед чемпионатом ямайки не смог бежать отборочный тур но тренерский совет ямайки вы слушайте ну хоть он не бежал отбор не вижу отбора но мы берем потому что он у стендбол да хорошо соответственно вот так определялся и я говорю ну отлично мыши человек вывозим почему это делать потому что я сам обычно новогодние праздники пройдем на кипре тренировался я думаю отличное место я хочу чтобы сотрудники тоже почувствую атмосферу велосипед плавание бег тренера ну это классно я говорю если мы возьмем сотрудников давайте вывезем и клиентов клиента кто хочет поехать на сбор мы вас будем там тренировать я взял ведущего тренера ворлд класс по плаванию взял по велоспорту такой скандально известный тренер роман парамонов может быть знает да он хороший тренер как как тренер вот соответственно я взял лучших тренеров я вел бег то есть вот мы как бы решили так и взяли клиентов и все прям себестоимость просто просто что я хотел сказать тусовку я просто бы давайте возьмем с клиентов деньги то что вот оплатить вот проезд парамонову и вот тренеру под плаванию а мы сами за свой счет все вас просто будем тренировать и все нам интересно это и вот так началось вот первое движение соответственно так был первый сбор клиентам очень подрадуюсь клиенты которые приехали обалдеть мы ездили с циклоном и ездили там с темпом с про тренерами с урон классом но такого не было но потому что нас было во первых много мы их сопровождали и мы делали такие нестандартные вещи какое-то ну их прям их завида завело это вот мартин не плачь это кофе соответственно соответственно вот так вот возрождалось движение вот с этого момента а вот активный процесс бегового клуба начался в том году мы уже делали родную бегу сергеем болонинским уже два года но нам нужно были еще общей беговой программы и вот здесь я решил для этого найти яркую персону которая может может пушить этот процесс и это я нашел екатерину мысееву она на наш клуб ведет она яркая харизматичная зажигалка и она соответственно вот беговый клуб в сегодняшнем виде он благодаря ей такой очень много ее укладывали то есть она такой мотиватор текущего момента я уже почти не касаюсь я только могу какие-то момента ну дать кому-нибудь идею там или как-то помочь но она прямо сама автономно прямо вот вот фигарит я смотрю мужик бегом вот экскурсии проводим его был я не я придумал это вот они придумали сами то есть команда сама это генерит нужно дать эту среду котов которой надо будет делать вот там за вопрос еще по поводу внутренних резервов которые мы тяжелого не зачерпает до мгновения расскажите хотя бы трех книгах которую вы прочли и которые очень сильно не важно о чем они просто не всегда есть когда литература которого ты открываешь книгу начинаешь думаешь черт я тоже смогу но я формию вопрос я часто задаю вопрос если вы поехали на необитаемый остров не знали что больше никогда никогда не вернетесь назад какие бы три книги вы взяли с собой и смотрю ответ людей ты что не собой возьмут понимаешь что они стали будут только эти три книги и больше них никогда не будет возможности читать что-то другое себя можете запросить интересно такой вопрос я для себя эти три книги определяю так это достоевский идиот это доктор желатый пастернак и библия вот мартин не сбивай осадится вот вот книги которые 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 я буду перечитывать а мы которые не слышали не в честь мартина идона по-другому марки на полгода книга но но вопрос понимаете но просто и вот которые я беру немножко другие они не дают силы они дают благодатную почву для того чтобы думать то есть сила мне не нужно черпать черпать это хорошо но слой генератор внутри я может быть что-то поддерживает есть книжка например других людей ваших да да вот я говорю здесь есть кишка макормаха я здесь чтобы победить классная мотивирующая книжка хорошая книжка есть ряд других книжек макин да классно фишка безусловно есть кусок мяса там до того же он там есть мексиканец да то есть эти книги они кругольные но я взял других не давайте а вот после стольких лет в спорте так далее удается найти какие-то цели сейчас именно в спорте которые бы вдохновляли или это вообще не важно просто спорт сейчас стиль жизни ну и как бы это все продолжается занимаетесь потому что ну вот привыкли уже этим заниматься или все-таки находите какие-то новые цели которые вот вдохновляют и прямо вот хочется готовиться хочется я несколько лет назад общался ну я я все время общаюсь но у нас была небольшая полемика с максимум журила это лук раненка основатель знаете наверно из известный парень и он говорит илюха у какие цели на этот год я буду никаких ну будьте на я буду часто как так и вот мы начали у слова засла я не могу без цели нужно цель тогда ты к ней готовишься я бы макс спорта моментах зубы чистить это это нормально причем зубы чистить а цель может какая-то какой минут другое это не другое это часть тебя это твоя твоя гигиена здоровом теле здоровый дух часть твоя жизнь ну как вот но часть твоя жизнь а черпаешь ты такую дополнительную мотивацию как ты побеждаешь но отлично не отличная форма ты можешь часто в соревнованиях побеждать наслаждаться ну или не побеждать мы тоже наслаждаться потому что старался победить но нет такого что ну чистить зубы это прикольное сравнение такое вреда иран но как она не эмоционально да она не нужно национально ну ты сам ездил на чемпионат мира среди да 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 но как ты до этого нашел а как мол просто нет конечно то есть у тебя безусловно ты это часть твоей жизни это раз это самое главное то есть даже если просто смотрите я сам себе задал вопрос если опять же окажутся на этом необитаемом острове буду ли я заниматься спортом я честно спрашиваю себя я сказал да я буду я не буду просто делать или работы изнуряющие точно не буду именно вот это вообще не но точно я буду заниматься точно я буду один я буду никому не нужен я просто буду это делать да я буду подтягиваться сжиматься я буду бегать да я буду плавать я получать удовольствие процесс хотя я Я больше никогда не буду выступать на соревнованиях, я на этом острый заложник. Все, конец. Но, тем не менее, я останусь сегодня. Вот. А про цели, которые мотивируют, безусловно, если есть, например, ты занимаешься, я тебе говорю, вау, цель. Ты здорово. И ты начинаешь к ней идти. И да, я выступал на чемпионатах мира. Есть соревнования, которые я очень хочу отлично выступить. Я к ним специально готовлюсь, стараюсь. Они меня двигают. Но, например, вот в этот год я провел, сознательно отказался от участия в чемпионате мира. Я сказал, что я не буду добираться. Я сосредоточусь на бизнесе. У меня не будет, у меня не было в этом году каких-то вау соревнований. А, не было. Было одно. Но оно было, знаете, как оно было спонтанно. Я, можно сказать, случайно выиграл слот на участие в чемпионате мира по велоспорту. На Кипре гранд-фонды я проехал. И вау, мне прислали приглашение. Я участник в этом мире по велоспорту. Я подумал, ну велоспорт, конечно, это не мой спорт. Но... Чего не попробовать? Чего не попробовать? Но я специально, прям так вот, прям, что прям я упирался. Нет, я, конечно, не особо не упирался. Готовился, да, сделал какие-то работы. Это больше немножко велосипеда. И вот это было так. Ну прям вот ярких каких-то, которым я очень бы хотел выступить. Их не было. И, смотря на это, я участвовал в соревнованиях. Ездил там Iron Star, в Москве бегал. Какие-то даже выигрывал. То есть это, это, ну это вот, как бы, такая норма жизни. А есть вот эти вот работы тяжелые, которые вот... А знаете как? Это, это можно сказать, это гигиена побед. Вот, вот, вот хочется побеждать. И поэтому ты вот себя напрягаешь. Вот если не очень хочется, то и себя не больше не будешь напрягать. Ну то есть не важно, где просто вот. Ну не важно, где. Если сложится побеждать. Ну это просто фан какой-то вот. Вот почему не попробовать вот выиграть или, ну побороться. Дело в том, что ты, ты, конечно, ты не всегда выиграешь. Вообще не всегда. Надо становится просто очень далеко. Или сходишь. Все идет не так, как ты хочешь. Но попытаться, попытка, да, вот это, это интересно. Вот. В принципе, так. Но цели, конечно, мотивируют. Вот сейчас, например, я... Сейчас я заряжу. Вот сейчас я зарядился. Я решил в следующем году участвовать в чемпионате мира на Ironman 73. И так я уже участвовал там три раза. Я понимаю, там высочайшая конкуренция. Вот это меня очень сильно заводит. Мне очень нравится. Там лучшие парни. И очень сложно выступать. Очень сложно. Прям реально сложно. То есть в России, например, ты выиграешь соревнования, там ты просто так, пятьдесят мне подальше. Ну вот, представь. У меня лучшее место было тридцать первое. Я был в Австралии в том году, я был тридцать первым. Начинал я с девяносто седьмого места. Вот в Лас-Вегасе я был первый человек, где я участвовал. Я был девяносто седьмой. Прям вот. Представляете, да? Хотя, как бы, соревнования российские, ну я так могу выглядеть вообще. Ну. А там девяносто седьмой. В девяносто седьмой ребят моего возраста сильнее меня. Факт. Никуда на голову не деться. Они, значит, больше тебя тренировались, больше тебя пахали. Вот. Такая данность. У меня это стимулировало. Потом вот я был тридцать седьмой там в Австрии. А в том году в Австралии был тридцать первым. Конкуренция дикая. Мне восемь минут не хватило до того, что я выиграл. На полу Айронмэне, там четыре, там двадцать, да, он делается там, примерно. Восемь минут не так много относительно. Но тридцать парней перед тобой. Тридцать. Черт. Вот. И всем не хотел еще меньше. Да. Вот это все настолько близко. Мне, конечно, это дико стимулирует. Прям классно. И следующий год я решил, в этом я пропустил. А следующий будет в ЮАР. ЮАР. Мне нравится интересная сторона. Там не было никогда. Вот у меня застимулировало. Вот. Я сейчас решил готовиться. Вот. Я хочу попробовать сделать свой перфоманс там. Прямо это для меня сейчас. Прямо это меня мотивирует. Прямо даже вот так. Начинаем. Я начинаю работать уже очень хорошо. Я даже буду работать с тренером, скорее всего. Хотя я никогда не работал с тренером. Вот в триатлоне я тренируюсь сам. Да, да, да. Я сам себе придумываю план. У меня в голове. Я его меняю, если я там просыпаюсь и чувствую, что я что-то не буду делать. Вот. Прямо вот так вот. То есть вчера, например, вечером. Вчера в 5 часов вечера я не знал, что я буду делать в субботу утром. Я знал, что будет беговая экскурсия. В воскресенье я точно знал, что я побегу в соревнованиях. Там сколько будет в соревнованиях? Ну, как в субботу, я не знал. И вечером там в 8-9 вечера я такой думаю, ладно, я пойду сделаю трейл. И вот сегодня утром, прежде чем к вам приехать, я сейчас бегал в Новогорске трейл соревнования. А к слову, а конкуренция есть? Какие-то личные оппоненты, виды конектов перед кем-то наказателем? Наказать? Нет, но в спорте нет такого наказателя. Есть желание обыграть, потому что спорт очень конкурентен. Он очень честен. Но все, кто сильнее тебя, они сильнее не потому, что им папа это место оплатил. Или они такие вот родились каким-то. Да не родились они. Они просто работали больше, чем ты. И все. Вот ответ. Они просто больше тебя похалили. Какая может быть зависть? Не дело зависть, а вот именно в том, кого приятно встречать на трясе, где кого-то сюда хочется обойти, где-то с кем-то какие-то эмоции дополнительные. Ну, нет, конечно. То есть у нас в любительском спорте в России есть очень сильные спортсмены. Там Антон Маквалов, Степан Бахмин, Егор Виноградов, Паунова. Ребят, которые очень сильные. Ну, я думаю, вы фамилию знаете такие, да? Спиратлона. Не знаете? Ну, это сильные триатлонницы, которые прямо такие яркие. Вот. С ними, конечно, зарубиться вообще классно. Прикольно. Особенно классно зарубиться с тем, кто сильнее тебя. Вот это самое интересное. Когда ты знаешь, что этот человек вот сильнее тебя, и как-то ты удогнал, прям вообще кайф такой. А на меня тебя, опять же, там за другими, по плане, в принципе, за другими спортсменами есть? Ну, другая, конечно. Конечно, другая. Очень интересно. А сейчас была Кона. Человек мира на Гавайи. Фаернмен, да? Да, другая. Да, где-то. До полпятого не спал. Я болел. Я, у меня там, я всё скрыл. А за кого болели? Я сделал подписку там себе. У меня это настификат. Уведомление. Я там всё. У меня прямо вот, ну. Я болел. У меня было два фаворита. Болел я за Самохвалова Антона и за Виктора Доронина. Вот. Там ещё были. Михаил Громов, например, участвовал. Михаил Громов, знаете? Вот. Вот он, участник Человека мира в Гавайях. Как раз. Я за ним уже, ну, следил, человек, наверное, за 15. Следил, смотрел. Ещё у меня был, вот как раз, как я сказал, за Антоном Самохваловым, у меня ещё был спор. Я ещё поспорил. Какое он покажет время. Мы любим с ним поспорить. Такие на хорошие суммы. Да. Сейчас спорили на 2000 евро, как бы. Получится, не получится, это время. То есть, мы так вот, нам нравится. Ну, он выиграл. Ну, он выиграл. Он всегда мне проигрывает. Но мы спорили всё два раза, но он оба раза проиграл. И он хочет реванш, реванш. Вот. Причём, вот как бы, если мы сейчас с ним взорвемся, вот кто кого, он у меня выиграет. Да. Причём, он, в принципе, 4 будет сходить. Ага. Теперь он 4 будет сходить. Нет. Вообще, я чувствую, что он захочет поставить автомобиль, что-то там. Потому что он очень заводной, он очень талантливый. И он хочет играться. И, честно говоря, мне нужно будет вот… В том году бы мы с ним спорили кто кого на полу-марафоне, просто вот в гладком беге. Он просто столько паш, что вы не представляете. Он тоже любитель. У него 5 детей ещё. У меня двое всего. А у меня 5. Ну, по нему видно. Он столько паша вообще. Ну, нет. Просто 30 часов в неделю он посвящается вот 30 в неделю. И я 7,5-8. Я примерно, то есть уделяю в день в среднем около 1.15. Вот если разбить год, это немного совсем. Но у меня хорошая база, я делаю высокоинтенсивные тренировки, поэтому это позволяет мне оставаться на плаву. Парни Паши по 30 часов. Это вообще невероятно. То есть, ну, и для меня это… Ну, ребят, это вообще на грани. И он любитель. Ну, правда, он, конечно, он почти не занимается. Он прямо… У него диетолог, у него тренер. По каждому виду спорта свой человек. Он на Гавайи будет 6 человек. У него команда, понимаете? То есть, ему они массивуют плечи, другое это. У него, то есть, у него, то есть, это вот все, что можно сделать. Потому что у него цель – выиграть чемпионат мира. И этот парень это может сделать. Вот. А в том году он спорил, что у меня болит в беге. Но проиграл, правда. Я от него бежал в конце сам. Ну, там психология, я его как бы так психологично… Кстати, в кассу вопрос. Остерзал. А какое время? Когда длинная дистанция… Сейчас и надо бежать. Когда длинная дистанция, на плечу посаживаются пара ребят, они говорят, слушай, ну, ты красавчик, конечно, ты уже всех обогнал, ну, притормози, отдышись. Ага. Второй говорит, слушай. Вообще, ты супер. Пойдем вот здесь. Недалеко посидим, отдаврим. Вот. Периодически бывают у тебя такие? Как ты с ними договариваешься? Ааа… Не очень понял. Внутри тебя? Да. Ты бежишь, бежишь и ты думаешь, все, все, все. Ааа… Это постоянно. Это постоянно. Не, ну, тогда я проигрываю этим ребятам, я скажу. Я прям чувствую… Ну, потому что, понимаете, чем ты сильнее… Успусть из теста. Успусть из теста. Успусть из теста на средней росте. Вот. Значит, когда ты… Чем ты сильнее бежишь, чем ты сильнее напрягаешься, тем больше внутренних голосов, которые говорят, стоп, прекратить не хватит. Это нормально. Мозг дает сигналы. Надо остановиться. Мне больно. И чем сильнее ты себя загоняешь, тем мозг грудь орет. Мне больно. Он дает боли во всем теле. У тебя там сводит, разводит. Ну, тебя тошнит. Ну, вот. Понимаете, да? Мы все понимаем, что это такое. И, конечно… А особенность спортсменов, вот особенно высокой квалификации, в том, что они умеют работать с этой болью. То есть, у них очень высокий болевой порог. Отличие начинающего от профессионала, не только в том, что профессионал весь такой на мышцах, у него там все супер. Это да. Но еще он умеет работать под гигантским прессом. Под гигантской болью. Вы замечали, когда в школе… Я такое сравнение провожу. Когда в школе, например… Ну, мы все бегали в школе, там… Девочки, по-моему, два километра, мальчики три. Помните, да? Ну… Бегала, да? Вот помните, как многие ученики и ученицы… Они… Ксения. Ты где там? Ксения, можно Маркину взять ее? Потому что он… Внимание, мы все даже… Я не могу сказать, что я за ним слежу. Как бы это… Он сможет снимать и не зналет. Ему нравится то, что… Да, да. Оп! Отвлекающий фактор. Да. Отвлекающий фактор. Так вот, в школе… Когда ты смотришь, как бегут школьники… Очень многие идут пешком. Помните, да? Да. Они идут пешком. И мы спрашиваем… Учителя спрашивают… Таня, ты почему идешь пешком? Или… Саша, ну-ка беги. Мне тяжело, говорит Таня. И Саша говорит… Да и устал я. Понимаете? Да. Они себе дают команду… Мне тяжело, я устал. И они идут пешком. При том, что как мне отвечают… Ты не скажешь, что им тяжело. И есть… Знаете, вот есть картинка… Там Петр Нор, только лыжник такой… На финише… Лыжники, на финише падают. Видели, да? Вот эта картинка… Представь всем… Налипианика… Люди финишируют… И падают… Бестональник так лежат, да? Вот… Надо Таня спросить… Ну расскажи, как ты устал на уроке физкультуры. Давай расскажи ему, как ты устал на уроке тяжело. Это тебе тяжело, расскажи. Все, очень относительно. Боль? Стоп, все, мне тяжело, все. Я выхожу из-за греха. А профессионал умеет терпеть. Боль? Клева. Еще боль? Клева. Еще быстрее, 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 быстрее. Вот. Поэтому, отличие в этом. И когда возникает… Тебе больно… Ты как бы с этим… Ты начнешь работать. Но… Вопрос в том, что ты понимаешь, что… Блин, даже вот сейчас вот… Смогу ли я удержать вот эту боль еще там 20 секунд? И иногда ты говоришь, что нет, не смогу. Но ты сбрасываешь. Или, например, ты вот берешь финиш, когда ты… Разыграешь финиш. Там же вообще дико больно. Вот он, ты, он, ты, он… И ты думаешь, что до финиша еще 7 примерно секунд. Но… Но… Но ты не… Нет, ты не… Нет, ты не выдержишь. Ты бам, а ты проигрыш. Вот. Вот. То есть, это как бы… Это происходит постоянно. И… Ну… К… По-разному. У меня не получается все время. Я не всегда такой прям. Каждый раз я прям вот… Не, нифига. Прям… Чувствую немало все. Но правда, когда я вот не могу, но я правда не могу. Ну, правда, для меня правда. Потому что, может быть, если спортсмен был более высок в уровне, чем я, он бы смог бы это терпеть. То есть, вот… То есть, и тут разница такая. Вот так. Ребят, скажите, от чего вы заряжаетесь? От кого? От чего? От чего? Что вас вдохновляет? Чтобы двигаться? Потому что, я понимаю, что это колоссальная энергия. Откуда вы ее берете? Ну, Алина, вот ты тоже заряжаешься. Алина, наш тренер, кстати, по игровому клубе. Она тоже заряженная. И, кстати, очень быстро. Она бежит 36 минут 10 километров. Для девочки это… О-го-го. Вот откуда она заряжается? Вот почему ты такой энергетик? Я первая стала, правда. 36 минут. Ну, понятно, что… Заряженная. Ну, на самом деле, я даже читал и следую даже на английском языке. Откуда вообще это все происходит? Вроде как, никто не знает, откуда берется эта энергетика, харизма. Откуда вообще она берется? Вот откуда этот реактор начинает запускаться? Почему у одних он запускается, а у других нифига не запускается? Как ты там не пиная, а вот он… Нет. Врожденная. Врожденная. То есть, типа характеров, это меланхолики, холерики, слегмаки, никто не отменял. Да. Поэтому я могу предположить, что и детстве была заряжена. Тоже, а-а-а, такая вот. Нет, а и хорошо, а если какие-то люди, которые вот увидят, а-а-а, вот этот вот я хочу, что-то от него… Есть. Просто нашел внутренний вот процесс, он зависит от нас. Я, например, сам по себе интроверт. Может показаться, что, например, я экстраверт, там много говорю, да, я много говорю, но по всем тестам я интроверт. Просто с признаками экстраверт. Я стал экстравертом. Но сам внутри я интроверт. Но даже вот по книгам, которые я выбираю, можно сразу сказать, блин, человек интроверт. Вот и все. Поэтому это идет от рождения. Либо ты начинаешь с этими навыками работать. То есть, ты начинаешь работать. Я понимал, что мне, например, надо людей как-то заряжать. Я стал с этим работать. Вот. И какие-то качества приобрел, которые позволяют больше излучать энергии. Ну и, конечно, вот сказали спасибо, я вот стал спортом заниматься. Это заряжает. Это прямо вот реально заряжает. Ты думаешь, блин, значит, не зря. Да? Или ты обогнал сильного спортсмена на финише. Выиграл ты это плечо. Заряжает. Дает тебе силы. Или ты вот поднял голову, смотришь, невозможно заряжает. Ну, то есть, вот такие вещи. Сможешь сегодня не тренировал. И думаешь, блин, я это сделал. Черт, это же я сделал. Какие молодец. Да, то есть, это как бы, ты получаешь заряд от окружающей среды и от того, что ты делаешь. Помни, как вот у Пушкина, там, из письма Вязевского, он пишет так. Вчера закончил Бориса Годунова. Читал их лоб. Ай да Пушкин, ай да сукин сып. Да? Сам себе. Ему понравилось, что он сделал. Он думал, я сделал шедевр, охренеть. Да? И он это зарядил. Работал, сделал, класс. Ты пробежала 36 минут. Ты рада была? Да? Конечно. Конечно. То же самое здесь. Так. Еще. Класс. Вот в спорте достаточно, ну, важную роль играет азарт. Вы рассказывали про споры там и так далее, что вы, значит, достаточно азартный. А вот в бизнесе ваш азарт как-то помогает ваша азартность в бизнесе или это как бы нет? Да. Помогает, конечно. Помогает. Азартность, она вообще везде помогает. Везде. Даже, когда ты опаздываешь на самолет, азартность Может быть, из разовника больше, например, рискуете и можете там что-то потерять там и так далее. Ну, конец, конец. Ну, вообще, человеком движет две вещи. Это в бизнесе. Желание приобрести и страх потерять. Вот в этом балансе ты должен играть. Все мы желаем приобрести миллион долларов. Да, кто не желает? Все желаем. Но страх потерять, он порой превышает. И поэтому мы не начинаем делать что-то, что может принести теоретически там миллион долларов. Говорят так. Или, например, ну понятно, да? Вот такая вот ловится. Или лотерея, да? Говорят, там разыграться миллион долларов. Купили лотерею за доллар. Ну, ты прикидываешь шансы, думаешь, нет. Тут потерять бакс, то я, скорее всего, точно потеряю. И вряд ли я выиграю один миллион долларов. Ты не покупаешь. Или покупаешь. Иногда даже выигрываешь. Ну, я думаю, тут мало кто выиграл миллион долларов, да? Вообще, лотерей только выиграл? Да. Нифига. А нет, крупную сумму. Нет, конечно. Да, конечно, да. Мы все выиграли там тысячу рублей, мы выигрывали. Но крупную сумму износ никто не выиграл. А я думаю, что все участвовали в лотерее, да? Когда-то покупали лотерейный билетик, нет? Да. Кстати, на самом деле, это вопрос к вам о степени риска. Это вот тоже интересно. Правильно, всем покупали, но мы нифига не выигрывали. Но в бизнесе это не лотерея. Вот намного больше людей, кто начинал бизнес, смогли заработать миллион долларов. Это более вероятностное событие. Намного больше людей, которые начали пахать на тренировках, выиграли соревнования. Это более вероятностное событие. Понимаете, да? То есть выбирайте наиболее вероятностное событие и долбите в эту точку. То есть вы бы купили этот лотерейный билетик? Нет, наоборот, за то, что лотерейный билет – это твоя батарея. Тут твоей работы нет причем. То есть ты здесь эти слова победить можно. Либо ты просто проходишь мимо, то есть мимо этого миллиона долларов визуального какого-то. Либо ты… это же все равно хоть какая-то попытка, пусть это уважение. Это просто… ну ты серьезно же… я не расценю серьезно, что я сейчас выиграл миллион долларов. Я купил лотерейный билетик не потому, что я прямо здесь выиграл миллион долларов. Я просто надеюсь получить удовольствие от того, что я стираю. Там сейчас друг, друг, брата. А вот две совпаллы, три совпаллы. И вот кайф. Раз, два совпаллы. Блин. А клево. Но это стоило баксов. Неплохо. Дайте еще один. Я готов. Ну все, хватит, да? Закончили это дело. Ну так. Вот вы бываете за границей, участвуете в разных стартах. А считаете ли вы, что за рубежом циклическими видами спорта занимаются более массово, чем в России? Так ли это? Ну, да. Короткий ответ – да. Длинный ответ – да, да, да. А вот почему, почему вопрос… Такова вероятность того, что… Вопрос очень комплексный. Русский человек из Новой Зеландии перевезет бизнес, нежели отсюда, кто-то туда ввезут, касательно спорта. Там много людей в спорту. В Новой Зеландии, 2010 год. Я приезжаю в аэропорт Окленда, летаю, мы садимся на арендованную машину, едем. Первых 10 человек, которые я встретил в Новой Зеландии, это было раннее утро. Из 7, из 10, 7 человек бежало бегом. 7 из 10 бежало бегом. Первые Новозеландцы, которых я видел, 7 из 10 бежало бегом. Отъезжают от аэропорта. Некоторые мне поражили мужчину, бегущий с коляской с ребенком. Когда вот мой друг Алексей, который меня повез, пойдем выберем кроссовки. Хорошо, что мне предложил это. Непонятно, что было. Вот. Ну, я думаю, возможно, в другом месте я бы это увидел. То есть, рано или поздно я пришел, нюансы сыграли бы. Значит, он сказал так. Он уехал туда на постоянное место жительства с детьми. Он сказал, а он тоже бегал в МГУ. Он бегал в ЛЮ к атлетику, я бегал в ориентировании. Вот так мы с ним и дружили. Вместе учились на географическом пультете. Он сказал, Илюх, ты прикинь, я отдаю Еву в школу, это умножшая дочка. И мне родители говорят, Алекс, what do you want on weekend? Что ты хочешь на weekend? Ты бегаешь, плаваешь, крутишь, что ты делаешь? Ты прикинь? Я говорю, офигеть. Его что ты выбрал? Он говорит, блин, ну что, я бегаю уже в основном. Ну, я хочу и то, и то. Оказывается, родители все в Никее, в выходные дни занимаются спортом. Класс. Понимаете, да? То есть в школу ты отдаешь ребенка. И тебя просто не спрашивают, привет там, я там Саша, я там Илья, да? А они говорят, а, привет, ты Илья, да, класс. Ты что будешь пускатные делать? А они не спрашивают, делаешь ли ты. Они спрашивают, чего ты делаешь? Ты плаваешь, крутишь или бегаешь? Как кровь. И он говорит так, что, слушай, как бы, я вот тут, он жил там уже два года. Он говорит, ты понимаешь, в чем нюанс? Если ты не занимаешься спортом, она взяла, то есть, то они думают, что ты как-то, ну, больной. У тебя что-то, какая-то, знаете, болезнь, да? Ты не можешь бегать. Ну, вот, 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 ты не можешь бегать. То есть, ты как-то, вот, ты инвалид. Ну, да, 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 да. А если ты куришь, я говорю, а куришь, если ты? Если ты куришь, ну, это, Илюх, ну, реально, это на уровне, знаешь, ну, тебе руку жмут. Я просто сам увидел, что на уровне, ну, ты чмок. Ну, правда. Ну, типа, ты прям, вот, ты как бы, ну, не грубо так, но ты просто, ты делаешь не то. Вот как вот, вот как вы будете держать руку человеку, который вот пьяный, грязный, как бы, да, вот такой весь. Как вы будете держать ему руку? Даже если вам, ну, вы пожмите, ну, да, вам неприятно будет. Хотя это его выбор. А почему я думаю, что там они спортом занимаются? Это ночной клуб, дверь туалета, значит, закрываешь кабинку, значит, ну, в общий вход закрываешь. Такая, знаете, вот фотография написана «Wondered», разыскивается. Нарисован такой просто гангстер, весь в мышце, татуировка, вау, вот такой, просто зверь какой-то, прям Дуэн Джонс. Вау, и написано «Ты похож на него? Тогда добро пожаловать в полицию». О, блин, да. Вот такая реклама, понимаете? Вот такие у них там полицейские. Вот, вот этот вопрос, почему так происходит? У них такие полицейские. Понимаете, да, вот, то есть, как бы, вот ключ, как бы, как вот это. Я сейчас бежал в Америке, был в Калифорнии и бежал в вертикальной миле, вот в дурнолыжную. Я выиграл соревнования, вторым был пожарный, а третьим был МЧС. Где-то один у них служба. Я, как бы, ну, я много тренируюсь, а ребята просто работают. Они провели немного. Ну, там, на 15-минутном этом беге, один брал минут, другой полторы. Я говорю, ты пожарный? Да. Я говорю, почему? А как ты так бежишь? Там еще сто человек, которые сзади просто. Ну, вот, это моя работа, я должен спасать людей. Я, как бы, должен быть в отличной форме. Ты как, ну, ты как раз понимаешь, что ты говоришь, ты же скану, еще куча бегаешь. Я говорю, да, блин, я не привык, что пожарник финиширует полторы минуты за мной. Мы бежали в гору. Набор у вас 350 метров. Ну, представьте себе. За одну милю, за километр 600, ты набираешь 350 метров. Ну. И этот чувак проиграет полторы минуты. Бежали 15 минут. А МЧС, 9-1-1. Это моя работа. Он то же самое. Это моя работа. Вот у них вот такой МЧС, вот такая пожарная служба, вот такие вот полицейские. Дети какие у них там? Ну, там просто, ну, это можно долго рассказывать. Которые бегают. Да и сколько там девочек бегает старших классов? В каком-то маленьком Big Bear Lake City, вот это, там 5000 человек. Там столько они выставили людей на это соревнования. Да просто там эти классы. Они, ну, я говорю, слушайте, а почему они занимаются спортом-то? Так много. А они говорят, ну, потому что это стиль жизни, потому что это нормально. Вот. Потому что это дает им преимущество при поступлении в институт. Я говорю, ну-ка, ну-ка, подробней. А в Америке, например, у них отличные вузы. И я, я посетил там три вуза. Ну-ка, я в Америке там еще чуть-чуть учился. Удалось мне в Стэнфорде чуть-чуть вот прям немножко. Вот. Я был в Гарварде просто с экскурсией. Я был в Беркли, я смотрел. Я смотрел, я смотрел на студенты, о чем они думают, что они читают. Как вообще все это происходит, да? Да. И Стэнфорд мне очень нравится. То есть прям. Такая атмосфера там. Ну, а не был не тот. Это же государство просто. Я был в Стэнфорде. Я был в Гарварде. Да, да, да. Это просто другой мир. Вот Ксения сказала, если б я знала, что есть такие университуты, институты, когда я поступала, я бы предложил все силы, чтобы там оказаться. Абсолютно точно. Да. Потому что, хотя я учился в МГУ, для меня это лучше университет. Я вот смотрел, я сравнил с другими российскими. Ну, иногда прям тоска берет, какие вузы. Вот. МГУ, это вот мне нравилось. А там еще лучше. Намного очень. Вот. Хотя прям МГУ я прям так его люблю, но там черт поделил лучше. Мне очень не хотелось в это верить, но там он оказался все-таки лучше. Так вот, студенты, которые хорошо бегут, не студенты, а школьники, которых хорошо бегут, имеют преимущество, имеют, могут получить грант на обучение в университете. И университеты ищут. Ребят, представители университета приезжают на школьные соревнования. High school у них, высший, ну, старший класс. Они приезжают и смотрят, кто быстро бежит, кто хорошо плывет, кто классно играет в американский футбол. И они говорят, вау, Джон, алло, I'm from Berkeley. Ты хочешь на нас учиться? Ты офигенный. Мы готовы заплатить за тебя за твоё обучение. Обучение в Америке платное. Нихило стоит. Ты должен быть либо очень умным, чтобы получить его бесплатно от государства, тебя тогда надо сдатируют, либо быть спортивным. И парни, которые быстро бегут, они получают грант. И есть уровни университетов. И если ты очень быстро бежишь, ты можешь получить дотацию от первого уровня университета в Стэнфорд. Ты можешь учиться там. Бесплатно. Нет. Это такая реальность. То есть, понимаете, да? Смотрите, получается, вот такая система построена. А почему выгодный университет вот так? А там обучение не дешёвое. Потому что они получают талантливого спортсмена к себе в университет. Он прославляет его. Университетские соревнования забиты стадионом. Культура спорта намного выше. Люди приходят туда посмотреть, поболеть. И те же самые беговые соревнования. Там же все болеют. В бостонский марафон никто не бегал, нет? Ну там прям вообще все вываливаются на трассу просто. Это своим долгом считают. Болеют, поддерживают. Там просто всё. Прям сплошная стена людей. Они поэтому приходят болеть за университеты. За свои любимые университеты. Билеты продаются. Деньги зарабатываются. У тебя в университете сильные спортсмены. Значит, ты выигрываешь. На тебя входят. Ты зарабатываешь деньги как университет. Это стоит того, чтобы этого парня из 10 класса взять к себе. Вот так парни из 10 класса, не имея денег, попадают в лучшие университеты мира. А потом, учаясь там, они открывают доступ для лучших бизнес-проектов. И делают лучшие бизнес-проекты, если у них достаточно головы. Но, то есть, всё просто. Ты можешь быть не кем, но ты стал всем. Благодаря спорту. Вот примерно так. Поэтому у них, конечно, это всё сильно разно. Ну и культура. Вот эта культура, вот этот воздух. То есть, ты на Уолл-стрит, ты в баре, не обсуждаешь, ты что бегал в марафон, там никто не скажет. Знаете, что спросят? За сколько? Да, да, да. Они спрашивают просто время. Что это все бегают? Там нет людей, которые не бегают. Там просто их нет. Ну это как бы это, ну это как-то, это же здоровье твое. Ну у нас же нет людей, которые не чистят зубы, да? А у них нет людей, которые не бегают. Я, конечно, утрирую. Конечно, там есть люди, там есть гамбургеры, да? Вот. Но это их выбор. Да, то есть там, развитые страны позволяют там. Дотация по безработицу очень высокая. О, фу, господи. Значит, пособище высокое, есть полно районов, там мексиканцы, черные, они такие вот толстые и всё, они не бегают нифига, как бы там. Воруют потом, все в тюрьме. Тюрьмы тоже хорошие. Тоже, тоже, тоже жизнь. Тоже своя жизнь, это тоже как бы их выбор. Но люди, которые хотят чего-то добиться, вот там все бегают. Вот прям правда. Илья, а вы спросите про выношенную спорту? Сейчас зима-зима. Да, скоро сезон. А вы больше времени посвящаете классике или коньковому ходу? Или как-то так равномерно распределяете? Вот сегодня утром я, помимо трейла, еще собирал вещи для того, чтобы уехать на сбор в Лапландию в Леве. Это за Полярным кругом, там уже будет снег в конце октября. И как раз я думаю, у меня классические лыжи и коньковые. Я думаю, ладно, возьмем все две недели будет. И я вынул классические лыжи, оставил коньковые. То есть оставил коньковые. Хотя, с точки зрения бега, конечно, лучше классика. Намного. Просто я триатлонист, а конек офигенно классный для велоспорта. Поэтому я оставил коньковые. Но с точки зрения бега катайтесь классикой. Вот. Она очень естественная, правильная. Прямо. Получите удовольствие. И, кстати, это тоже хороший вопрос такой. Разнообразие тренировки. Лыжи. Обалденный способ. Вот. Просто. Так классно. А я специально вот купил квартиру, где рядом с Ромашково. Трасса Ромашково. Это медик стадион. И там Ромашковская трасса. Круг 16 или 17 километров. Лыжный. Опять же, чтобы экономить время. Потому что времени нет. Мне необходимо сразу вышел из дома, сразу начал что-то делать. А не поехал куда-то, припарковался, переоделся. Нет. Я выхожу в лыжных ботинках из дома, встал на лыжи, поехал. Быстро назад. Все очень быстро. Иначе ты просто не успеешь. Ну и там близко Крылатска, чтобы крутить. Шоссей на велосипед. А для этого он на пробу или нет? Да и ружье мне никто не давал, я попробовал. Я обстановлюсь. Давай попробуй, мне скажут, вот тебе ружье, поехали, я поеду. Мне кажется, это как-то азарт для чего-то. Ну конечно, интересно. Но я промажу так все. Я все промажу. Как стрелять, ребят. Да, как стрелять, как-то выучите, да-да-да. Ваше видение будущего Лебединского спорта в России. Что это? Те же виды, которые есть сейчас? Или есть шанс, что появится что-то новое? О биатлоне заговорили. Они же, ну 5-7 лет назад никто так практически и не думал. А сейчас это... А триатлоне? Нет, триатлон. Ну триатлон, нет, триатлон был. Наоборот, наоборот. Наоборот, триатлон был давно. Биатлон был, это конец 90-х уже был. А вот триатлон только появился. Вот, биатлон-то был. Но я понял вопрос, да, какое что-то появится, не появится. Будущее российского любительского спорта радужное. Но будут и пасмурные дни. Вот. Связаны с экономическими кризисами. Кризис... Фу, я стал заговариваться. Кризис. 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 Пособие. Кризисы будут. Мой артикуляционный аппарат не хочет произносить эти слова. Пособие. Дельфина – один из них аговорesar означает «я 된ец». Кризис. Понимаешь, он скажет. Мой артикул. Найдер! boy, е 18raum-42. rogais. Настухый маркер. Как я одну disciplines. Я нашел актив. И тут, обычно, спокойно, сильным и планами. И дедушки надо. Если мы строим от� Virtualimi. И нов tiie. Пост believeits… Вы хотели распечатленная школа Бега проверенного с то в чего я верю просто что понимать как бы дал тренд девяносто девятый год я значит учусь в мгу бегаю по набережной ну выбегал на набережную и бежал бегу значит в основном за полуторачасовую тренировку я встречал одного человека одного и того же дед полуголый рукавицы даже зимой бежал все я больше никого не встречал не зимой не весной не осенью не лета никого полтора часа по набережной добегал до храма спасителя и обратно ни одного человека не было ни одного понимаете я думаю сейчас вы видите сколько следовательно мы в тренде все вперед в центре парке в нью-йорке в тренадцатом году я сделал видео номер просто поразил ну там прям ощущение что идут соревнования это не соревнования это просто люди вышли бегать у них отдельно шириной вот эту комнату для бега точно такая же для велика и все это 10 километровый круг в центре парке где машина вход в вас причем и людей упрямо непрямо бегут поток я снимаю за там 40 секунд мы проходят это 100 человек мимо камера вы посадите они просто вышли побегать но этот уровень и мы к этому идем частный в нескучном саду и парк борьба тоже с летом же летом там ролики велосипед мне это очень нравится это вот прям я тогда там оказался там два года назад первый раз после нашего перерыва и я пробежала радует свой класс это здорово это дают шанс потому что фактически через спорт эти люди которые знаете здоровом теле здоровый дух да а у них больше будет потенции чтобы менять страну и миру вот и все поэтому развитие спорта она последовательно влияет на развитие страны нас просто ну у нас все будет лучше из нас будет больше природа россии она лучше мире вот честно это вот мой ответ я много где был ребят россия это лучше место правда вот вот ну непередаваемо если коротко и так без особых эмоций значит а из мест которые красивые но их очень много опять же да но камчатка алтарь это просто но вы если там съездить и побегать но вы просто не сможете не влюбиться ну полярный урал там у нас очень много вот больше всего наверное запомнился например там мутновский марафон лыжный мутновский это это на камчатке на камчатке это был заброс на плато специальная платона в общем высоко высота снега 9 метров 9 метров и ты должен просто из точки а в точку б попасть и выклик океану как едешь как угодно 50 сильнейших лыжников никита крюков олимпийских чемпионов все участвуют отбор то проходит сложный но ты проходишь обязательно видишь с двумя литрами там вода запасная одежда я спрошу буральчики это очень небезопасно то что если будет фургар то все думаем это капитально ждет гейзеры снег солнце просто все-таки кипит дымит просто ты валишь на невероятной скорости там океан ледины кита плавок невероятно термальные источники но это просто красный икра вот клачь его это знаете это я не знаю кто-то организовывает есть авачинский марафон вы же тоже там участвовал это уже хорошо лопит организована а вот мутновский какая тут отдельный к эта хрень куда очень сложно попасть но если попадаешь что ты конечно ты просто обалдеваешь пробег алтай трейл в ту году ездил очень понравилось на алтай бежал трейл ну классно нет я бежал маленький бежал красиво классно вот но я еще просто делал всякие походы различных ударов просто мне нравится восхождение там и просто трекинги по ходу включения этот я тоже очень люблю это не связано со спортом это связано лучше открытие мира да ну конечно россия это просто бомба во первых когда первый раз да увидел в москве такой магазин где именно правильно как во всем мире беговой дорожка анализировали кроссовки я конечно был в восторге всем рекомендовал очень понравится когда мне год назад там меньше год назад сказали что еще я хотел технику бега освоить для этого бегал сам без тренера то мне сказали что вот есть такой клуб уже беговой где отлично именно техника добить и могут поставить технику то что было ваше прекрасно сейчас первый в клубе действительно отличные ребята отличные тренера класс желаю развития процветания больше шире потому что действительно это классная идея это правильная вещь у меня такой тройной вопрос первое ну поскольку ты в начале лекции сказал что больше ты про бизнес дача про спорт сейчас вопрос больше про спорт были следствием бизнесового вопроса то есть насколько было искал что было легко уйти до из наемной работы сделать именно дело свое на вопросу что тебя сдерживало что мешало уйти даже сказал руководящий уже была должность если долго работал по найму что мешало уйти в свой бизнес соответственно и сейчас оглядываясь назад да может какие-то идеи ты искал и вот-вот что что останавливало сейчас оглядываясь назад его сделал это раньше да вот уже знаю как это наемно как бизнес развивать ну третья часть это вот какие у тебя глобальные планы в плане бизнеса значит первое почему не ушел раньше я занимался наемной работой по двум причинам первое мне нужны были какие-то хоть деньги а второе мне нужен был какой-то опыт причем опыт успешных компаний которые смогли построить отличный бизнес я хотел понять как эта штука работает как происходит в компании взаимодействия почему компания она добивается чего-то другая нет я хотел понять чтобы потом делать свой бизнес имея этот опыт поэтому конечно я не уходил пока я получала как только переставал получать и работал я не так долго я работал всего на двух работах которые такие настоящие работы 1 права компьютеры восемь месяцев примерно очень сложно очень много продавать и только опытным клиентам как невероятно была работа это знаете вот 2003 год твой клиент мне говорят компании которые покупают компьютеры от 10 тысяч долларов и вы слушаете она у них уже есть поставщики и вы должны убедить что а ты лучше уже ваш цены же не выше а пофиг ты должен видеть офигенно есть ты убираешь кто-то хочешь летать ты получаешь 50 баксов я сколько у вас просто такой звонишь там ну и ты звонишь там вот игру и газпром там это они через кем соединить до свидания не звоните больше по хорошего да вот вторая компания это было ростелеком там же я был красный уже в московской московской сети переговорных пунктов и там я получал другого рода опыт который тоже успешно получал и когда я перестал как бы когда я добился то что мне нужно было добиться мне нужно было там очень вы точно гласить мне нужно было сделать и безубыточный я это сделал а у ребят дальше мега ну дальше ну ты просто пока и управлять просто я читал неделю депо управлял выслуживание интересно давайте сделать вот такое а за дворян они мнением причем на там целоса мнение не просто даже вот они даже прямо не боялись нести мы проекта выше там просто ну там вот этого а я уже в бюрократии связаны и другую весь ухожу мне интересно просто получать деньги но неинтересно я же время затрачу я же только есть время в моей жизни больше ничего нет это невозобновимый ресурс время деньги сколько угодно и а вот время мы нифига не получим вот так что время поэтому я ушел и да я не жалею о том что я ушел вот так это была та . мне нужно было уходить назад от руки для я уже работал раньше не уходил бы позже тоже отчетно что-то бессмысленного живут интересно вот а третье это было что перед но как и на бизнес вообще глобально планы на бизнес глобально значит ну сейчас у меня основной фокус на лаборатории бега и я хочу чтобы лаборатория бега была в регионах я хочу чтобы во всех городах миллионера этим или магазин вот это вот такая зашли близко но такого относительно близко на ближе 5 лет цель которую мне нужно будет как-то добиться вот значит ну плюс плюс еще не понимаете еще в чем нюанс в том что ты вот участники говорю об одних планах а через полчаса звонок и у меня вообще уже другие планы они не глобально они могут быть другие то есть возможности они вокруг нас мы не знаем что нас ждет завтра вообще не знаю никто из нас не может сказать что нас ждет вообще никто то есть это очень такой не касательно нашей жизни не касательно жизни вообще что у нас происходит и поэтому как бы говорить о планах это значит смешать бога да вот примерно сейчас вот я хочу бы так сделать но кто знает может быть там через неделю там у меня соберут машину и все здесь закончил все поэтому как бы ну чё давайте жить сегодня вот есть сегодня сейчас вот давайте от сегодняшнего момента получать удовольствие пойти побегать посмотреть на солнце подряд детьми своими да делать любимую работу они не любим заниматься тем что он нравится вот это как это главный мой план жить сегодня а завтра но что будет то будет но безусловно закладывать фундамент на завтра все-таки не соберет машину больше поэтому работаем сегодня чтобы завтра тоже оставалось вот так спасибо 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 спасибо